Добрый день. Бурные события в мире и не менее драматические события в России сегодня определили то лицо, которое участвует в программе «Визавис миром». И мы сегодня коснемся целого круга вопросов. От событий в Киргизии до поставарийной ситуации на шахте Распадская, иранские санкции, визит президента России США, который предстоит через месяц небольшим. Итак, наш гость Сергей Ерванович Кургинян, известный в стране политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Спасибо, добрый день. Вы у нас не в первый раз, поэтому на правах старого друга. Я хочу и поприветствовать, и пожелать нашей передаче быть интересной, как она всегда была с вашим участием. Вот мой первый вопрос, он естественный и для вас, и для слушателей. События в Киргизии. Пожалуйста, слушатель. Сергей Ерванович, здравствуйте. Я Кирсанов Станислав, доктор медицинских наук. У меня, естественно, вопросы. Беспорядки в Киргизии вспыкнулись новые силы. Какую позицию в этой ситуации должна занять Россия? Нужно ли нам вводить туда наших миротворцев, либо достаточно ограничиться гуманитарной помощью? И еще вопрос. Почему в последнее время так обострелись межседнические конфликты? Пожалуйста. Ну, вопрос сложный. Сложный и интересный. Если можно слово «интересный» использовать применительно к таким трагическим ситуациям, как в Киргизии. Понимаете, тут весь вопрос заключается в том, что это не что-то напоминает безумно. Мне это напоминает Закавказье, какого-нибудь образца 20-летней давности, когда тоже все время разжигались некие межнациональные конфликты, и мы видели какие-то растерянные лица в телеэкране, когда сначала побеждали революции, и эти революции уже были сначала с видом роз, а потом они были уже с такими окровавленными лицами министров, а потом они начинались погромы и резня. Наибольшее внимание обращает на себя то, что это, в принципе, юг Киргизии. Там смысл заключается в том, что есть вот эта Ферганская долина, и есть некая зона, которая представляет наибольшую опасность с точки зрения эскалации исламского терроризма, радикализма и всего остального. Как бы по странному совпадению обстоятельств именно эта зона поддерживает Бакиева, а северная зона поддерживает других лидеров. При этом, ну, вы должны понять меня правильно, я всегда слово «овца» использую с огромным уважением. Я, как бы, когда говорю «овца», я имею в виду и религиозный обычный термин «агнец», и вообще для меня это такой очень любимый образ, да, такое мирное, мудрое существо. Ну вот, как бы, в Киргизии борются волки и овцы. Это корректная политическая метафора, никоим образом не попытка, так сказать, как-нибудь над кем-то сделать. Я очень ценю Атумбаеву, считаю его умнейшим человеком, прошедшим блестящий путь в советскую эпоху, очень осведомленным и так далее. Но сейчас вопрос заключается в том, что борются волки и овцы. Когда первый раз уже я увидел на экране, так сказать, ну, так сказать, существо явно мирное и доброжелательное, я спросил, а за спиной или где-то там сбоку кто стоит? Недавние убийства в Киргизии что-то тут, может быть, и расшифровывали, но принцип заключается в том, что я не верю, что поединок сегодняшний в Киргизии – это поединок овец, это поединок волков. Если грубее говорить, то за спиной всех этих возмущенных человеческих масок, часть которых, конечно, совершенно справедливо возмущена очень многим, и есть чем возмущаться. Ну, честно говоря, стоят наркобароны, борьба за наркотранзиты, и что-то большее. Я подчеркиваю, что-то большее. Когда я первый раз об этом сказал, мне все говорили, что да ладно, мирная революция, и сейчас все закончится, и все будет хорошо. Я говорю, нет-нет, это не закончится. Теперь совершенно ясно, что юг восстает на север, что под угрозой стоит территориальная целостность Киргизии, но это полбеды. Под угрозой стоит то, что зажжется вся Ферганская долина. Двинулись потоки беженцев в Узбекистан. То есть, в Леннабадскую область, как она сейчас называется. Аджанская, короче говоря, вот в эту северную область на территорию Таджикистана, Таджикистана прежде всего, Таджикистана, в Леннабад, если я правильно понимаю, двинулись толпы, значит, они двинутся и в Узбекистан. Что такое беженцы, мы все понимаем. Когда первый раз мы увидели армянских или азербайджанских беженцев, неважно, на территории Закавказья, мы понимали, что это гниющая такая глубокая болезнь, которая будет разъедать регион, требуются, будут ответные мести, надо будет кого-то возвращать, возвращать будет невозможно. Тут справедливо говорится о том, что напоминает ли это Нагорный Карабах. Все межэтнические, межнациональные, межконфессиональные конфликты очень похожи. Я наблюдал их в разных частях земного шара, наблюдал их в Кашмире или там, не знаю, на юге Индии, или там на севере Африки, и везде это примерно одно и то же. И так этот конфликт начался. В нем уже сотни убитых, тысячи раненых, десятки тысяч беженцев. Это очень серьезный конфликт. Чем он угрожает России? Непосредственно он России не угрожает ничем. Непосредственной угрозы для нас нет. Для нас есть опосредованные геополитические угрозы. Я их перечисляю. Как только зажжется Ферганская долина, мы получим эскалацию исламского радикализма во всей нашей бывшей Средней Азии, ныне ее называют частью Центральной Азии и так далее. Переброситься к нам это может легко. Если процесс станет большой, а пока, слава богу, он не стал большой, его надо гасить, это может быть переброшено к нам, делать нечего. У нас есть так называемый узкий Оренбургский коридор, который отделяет нас от этой всей совокупной среднеазиатской территории. Достаточно его прорвать, и процесс пойдет по Волге, и мы окажемся перед лицом огромных опасностей. Между прочим, мы обратим внимание на то, что у нас новая волна терактов, задевшая уже даже Москву, чего давно не было и так далее, и что это не находится столь в огорозе Будина, в Киеве, эти вещи достаточно взаимосвязаны. Значит, в перспективе стратегически нам это очень угрожает. Теперь второе. Американцы рано или поздно выведут Афгарска из Афганистана. Не сейчас, так потом. Как только они их выведут, афганская угроза, афганское наступление талибов на эту Среднюю Азию сомкнутся с взрывом в Фергане. Тогда мы получим большой пожар на этой территории. Эти перспективные угрозы обращают наше внимание на Киргизию, и мы крайне заинтересованы в стабилизации ситуации там. Теперь как ее стабилизировать, и что тут наиболее опасно? Наиболее опасно и послать войска, и не послать. Если не посылаем войска, мы их пошлет кто-то другой. Догадайтесь в трех раз кто, достаточно быстро, и уже оттуда не уйдут быстро. Они оттуда не уйдут. И что они там будут делать, это отдельный вопрос. Это приблизиться к нам. Если мы их пошлем, то мы ввязываемся в конфликт. Это второй Афганистан. Мы начинаем ввязываться в некое противостояние. Легко сказать, пошлите войска. Они что там должны делать? Там и пойдут наши парни с автоматами, в которых будут стрелять. Они же тоже будут открывать огонь на поражение. Постепенно окажется, что русские убивают исламистов. Но тогда это прямая дорога к войне уже с русскими. Американцы в это время мирно отодвигаются в сторону, и мы оказываемся в прямом столкновении. И я знаю людей, поверьте мне, вот конкретно я вижу сейчас лица людей, которые об этом, как говорят, как о самой хорошей возможности. И они как бы не граждане нашей страны и не граждане Средней Азии. Значит, это тоже плохо. Что же нам нужно? Нам нужно стабилизировать ситуацию. Очень быстро стабилизировать ее. Так, как, прошу прощения, мы стабилизируем ее на Северном Кавказе. Нам нужны сильные лидеры, которые бы отвечали интересам киргизского народа, и которые, так сказать, всеми теми средствами, которыми давят начавшиеся подобного рода эксцессы, подавили этот эксцесс и обеспечили стабильность. То есть, нужны сильные лидеры в Киргизии, прежде всего. Прежде всего, да. И нужна помощь этим лидерам. Мы же помогали, но вот пока мы барахтались в Афганистане, кстати, если говорить о Афганистане, ну, не буду их называть, первой волной афганских лидеров, все было очень плохо. Но когда появился Наджибулла, все стало намного лучше, если бы мы продолжали поставки туда хотя бы оружия, боеприпасов и немного финансовой помощи, совсем немного, то мы бы удержали Афганистан под Наджибуллой. Наджибулла был вполне самостоятельен. Я отвечаю за свои слова. Вот такой Наджибулла нам нужен сейчас в Киргизии. Это не может быть просто хороший человек. Хорошие люди, благородные люди, умные люди, образованные люди. Это сейчас не профессия в Киргизии. Профессия в Киргизии сейчас – это сильные люди. Спасибо, Сергей Иванович. Вот вы сказали, что такой моментальной угрозы нет. Но у меня есть вопрос в связи с тем, что количество киргизов, которые сейчас хотят в Россию уехать, их неимоверное число уже во много раз, их число возросло. Тем более, что получается очень интересно, Узбекистан же их не пускает и закрывает грозиться для своих же этнически близких узбеков и канализирует таким образом. Ну, а куда им ехать? Воспоминания о Советском Союзе. Вот как это, какое это составляет угрозу или не угрозу для России, или наоборот? Это неприятность. Это неприятность. Это неприятность, но это не угроза. Не угроза. И второе. Вам не кажется, что тут какое-то есть дежавю? Я думаю, что Атанбаева обратилась к России, вспоминая хорошо памятный эпизод конца 90-х, 80-х, 90-й год, июнь, как раз 20 лет назад, когда 300 человек унес вот этот же конклист киргизу Узбеки. И тогда, ну, тогда был Советский Союз, и тогда были введены просто регулярные части, что сейчас представить себе трудно, да? Мы лицезрели, я прошу прощения перед слушателями, могу сказать им, что я не отношусь к числу таких институтов, которые падают в обмороке от того, что они видят, но то, что мы видели там, у меня в памяти до сих пор. У меня сказали, у меня всплыло. Я могу сказать, что головы, отрубленные тупыми мотыгами, это очень неприятная зрелища. И вот это все 90-й год. Вот, видно, вспоминая об этом, Атанбаева и обратилась с такой просьбой. Но вот и недавнее заявление Лукашенко, и вообще высказанных в сторону таких экивокий, в сторону участия коллективных сил безопасности ОДКБ, хотя, казалось бы, уже официально прозвучал ответ, ОДКБ в соответствии с своим уставом устраняет только угрозу извне, а не изнутри. Вы согласны, что ОДКБ здесь тоже не пристало принимать какое-то участие? Если у него есть такой устав, то он может делать только с нарушением устава. Но когда это начнет сильно гореть, все закроют глаза на любые уставы, желательно бы подписали новые. Но вопрос не в этом. Вы хотите восстановить СССР, но давайте его устанавливать. Как говорил известный герой, утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья, но деньги вперед. Вы сначала восстановите Советский Союз, а потом мы введем туда войска. А вы хотите, с одной стороны, обладать абсолютным суверенитетом и всем прочим, а с другой стороны, вводить войска, действовать как в времена Советского Союза. Красиво жить не запретишь. Но говорю это, осознавая всю остроту ситуации и выражая глубочайшее соболезнование жертвам и правительству Киргизии, и веря в то, что это правительство в итоге справится с ситуацией. Мы говорим только об одном. Сейчас не время овец. Сейчас время, когда только сильная власть в Киргизии может подавить нестабильность и при этом обеспечить за счет этого демократию. Потому что как только первый погром возникает, вопросы демократии кончаются. Демократия погрома несоединимой. Демократия прекрасное средство, гениальный способ управления обществом, наилучший из всех, которые находятся в истории, но только оно действует до тех пор, пока не начинается резня. Пока люди не выходят за рамки закона. Они нарушили закон массово. Все, демократии нет. Спасибо. Спасибо. Вы очень емко ответили. Кстати, тут очень интересную цитату привел из Путина один из дипломатов киргизских в Москве, когда речь зашла о возможности формирования союзного государства, еще одного, России и Киргизии. Вот тогда все вопросы якобы решим. И этот дипломат сказал, что попытка возродить вот так примитивно и очень быстро Советский Союз на таком маленьком пространстве из двух членов ему напомнила высказывание Путина. Мне тоже понравилось. Высказание такого рода. Кто вспоминает Советский Союз без теплоты, у того нет сердца. Кто ратует за воссоздание сейчас Советского Союза, у того нет разума. Я не знаю, Вадим Ильич может считать, что у меня нет разума. Будущее покажет, кто из нас прав. Я считаю, что Советский Союз распался в связи с тем, что наши элиты захотели в Европу, что они сбросили этот балласт в виде Средней Азии, за Кавкази, для того, чтобы войти быстрее в эту Европу. Прошло 20 с лишним лет, мы в нее войти не можем. И никто не сказал, что нам не придется восстанавливать некоторую большую территорию. Ну, заметьте, что он мне сказал о времени. Он говорит, что на нынешний топлив. Возможно, возможно. Он не сказал, что это невозможно в будущем. Я хочу сказать, что тот, кто восстановит Советский Союз в связи с СОЖскими событиями, у него действительно нет разума. С этим я согласен. Но еще хочу сказать, что все, что я говорю, я с взглядом со стороны, по-настоящему говорить о таких событиях можно только, когда ты там находишься. Когда ты видишь это глазами очевидца, причем не очевидца, а эксперта, которому предоставлены соответствующие возможности. Я там не был. Сергей Иванович, но вот вы были совсем недавно на шахте Распадская. Я так понимаю, вы исследовали этот вопрос. В качестве кого вы там были? Эксперта. В качестве эксперта. Руководитель экспертной группы. Руководитель даже экспертной группы. Вместе с Юрием Бялым и Анной Кудиновой, моими сотрудниками. Очень интересно. Ну, тогда вы как раз тот человек, который должен ответить нашей слушательнице из Москвы. Пожалуйста. Сергей Иванович, здравствуйте. Я Елена Александрова, преподаватель из Москвы. Я совершенно случайно узнала, что недавно вы посетили печально известную шахту Распадская. Хотелось бы узнать ваши впечатления от этой поездки. Как живут там люди? Что для них делается? И скажите, пожалуйста, в доточную степень власти отреагировали на эту трагедию. Спасибо за ответ. Елена, спасибо вам за вопрос. Там я был и действительно я что-то знаю. И я могу очень коротко об этом сказать вам на уровне фактов. Я публиковал по этому поводу статью «Взрывы» в газете «Завтра», где мы дали подробный анализ этой ситуации. Здесь я говорю коротко. Все, что меня потрясло, Елена, прежде всего, это гигантское несоответствие между тем, что говорят средства массовой информации, и тем, что несомненно существует в реальности. Я говорить бы только о несомненности. Самый вопиющий факт заключается в том, что некоторые средства массовой информации, это было подхвачено, хотя не так широко, как все остальное, говорят о том, что власти скрыли на Распадской 60 трупов. То есть, что людей погибло там гораздо больше. Я цитирую некоторые интернет-издания, а также другие средства массовой информации. Это очень глупая и низкая ложь. Понимаете? Дело не только в том, что это так говорят представители неких оппозиционных СМИ, которые имеют право считать, что все представители власти не люди, и гости из ада. Я считаю, что политики вообще скверные люди. Но есть разница между людьми скверными, гостями из ада. Нужно быть гостем из ада, чтобы ради того, чтобы не объявить национальный траур, спрятать 60 смертей. Но это технически невозможно. Эти люди живут в маленьком городе. Там все наперечет, все знают друг друга. Представьте себе одну же семью, которая вдруг, ее муж не пришел из-за боя, а она не находит в списке погибших или, так сказать, пропавших без вести мужа. Какой крик будет? А если их будет 60, вы услышите это, так сказать, ну это просто это безумие. Те, кто говорят это, соединяют в себе какой-то абсолютно некритический подход, ну с провокациями. Это крайний случай, вопиющий. Но все то же самое касается и другого. Ну, начнем с зарплат. Прозвучали фантастические цифры зарплат, там 10-15 тысяч, актеры якобы получают некую нищенскую зарплату и поэтому таким образом себя ведут. Отвечаю вам ответственно, у меня на руках ведомости. Средняя зарплата гроза, то есть горного рабочего очистительного забоя, то есть тех, кто работает под землей за последние месяцы, 40 тысяч 123 рубля. По мне так это низкая зарплата, но не 10-15 тысяч, как об этом говорят. Никто в забой не пойдет за 10-15 тысяч. Орехи будут собирать в тайге, только не в забой пойдут. Зачем так, как бы, искажать правду? Дальше речь идет о квитках. Ведь все показали, что, значит, когда шахтерам якобы сказал некий демон по фамилии Козовой, что они там получают по 80 тысяч, а шахтеры возмутились и поняли, что они получают не по 80 тысяч, а меньше, они схватили квитки, где вот написаны зарплаты, и пошли на площадь. Ну, квитки разные, но вот некоторые квитки, которые я наблюдал при увеличении компьютерным, это сделать нетрудно, да? Они показывают некие индексы. Ну, например, так сказать, там написано, что это управление подземных разработок. Подземные управления, такое управление есть только там, есть карьер, то есть наземная разработка и шахта. А Распадская этого нет, поэтому это квиток с другой шахтой. Как бы Распадская работает только со Сбербанком. Когда там в квитках написано, я не помню, Кузбасс Металлбанк, это значит, этот квиток не с шахтой Распадской. Значит, те квитки, которые показывали телевизионщикам, часть из них, не буду говорить все, это не квитки с шахтой Распадской. Значит, кто-то должен был это организовать? Дальше начинается вопрос о том, что они закрывают датчики в забое, закрывают их фуфайками или там полиэтиленовыми пакетами или там жвачкой. Говорю ответственно, современный датчик закрыть нельзя и бессмысленно. Это речь идет о датчиках десятилетней давности, на Распадской, на другой шахте, на которой мы были, раньше называлась Ульяновская, теперь называется Юбилейная Дванка, на которой тоже произошла страшная катастрофа. На всех этих шахтах стоит компьютерное оборудование, сидит диспетчер в комнате, там компьютерные лампочки зажигаются, как только на одном из датчиков там прекратится показание метана. Они прекратятся сразу же, если вы ее закроете. Они находятся в большом количестве, чтобы спустить их, надо спускать их все вместе, а работа, время не остается. Это опять технически невозможно. Это миф, миф, который не критически подхватили средства массовой информации. Я вам расскажу, как вообще с этими мифами работают профессионалы. Вот ты слышишь, как тебе шахтер говорит, да я закрываю фуфайкой и все. Ты ему говоришь, ты, ты откуда закрываешь, где фуфайка находится, датчик на потолке, как ее туда прилепишь? Он говорит, твою мать, какая фуфайка? Да и начинает мне же рассказывать, как невозможны эти фуфайки, как невозможно все. Что это означает? Что люди находятся в шоке. И что они не критически воспринимают все, что говорят средства массовой информации. Если Юрий Вадимович Андропов, добиваясь одного моего знакомого, чтобы правды в дезинформации, направленной в ЦРУ, было не 80, а 85 процентов, знал, что ЦРУшник будет критически воспринимать информацию, то те, кто сейчас распространяют слухи, они понимают, что человек, находящийся в шоке, он воспринимает информацию не критически. При этом нарушаются все законы журналистской этики. Журналист не философ. Журналист, сообщая любом событии, должен сообщать, где и когда оно было. Поскольку все держится на том, что есть некий негодяй по фамилии Козовой, который там назвал эти 80 тысяч зарплату, за счет этого вышли на улицу, угрожал, что наймет китайцев и говорил о том, что шахтеры лентяй и неучи, то человек, который дает информацию, должен сказать простую вещь, где и когда это было сказано. Такого-то числа в таком-то месте. Мы совершили огромную работу по проверке, где и когда это говорилось. Не обнаружено никаких следов. То есть, коммерсант, например, сообщает о том, что это все Козовой сказал, что большинство шахтеров лентяй и неучи, со слов Першиной, которая является руководителем инициативной группы по защите шахтеров в Междуреченске, он это сказал на некой встрече. Мы взяли материалы эти встречи, телевизионные, с телекамер, которые там стояли, вели непрерывную, я подчеркиваю, запись. Там нет не просто слов о том, что они лентяй и неучи, большинство из них. Там нет ничего сходного. Мы наблюдаем с вами какую-то невероятную информационную патологию. Она не может не быть управляемой. Если звезды зажигают, это кому-то нужно. Какое-то количество людей просто некритически все восприняли и подхватили. Я не хочу их упрекать. Я просто призываю их доверять, но проверять. А какое-то количество людей распространяли, и это злостно. И это первая часть вопроса. Есть вторая, гораздо более серьезная. Я буду говорить о ней очень кратко. Первая. Взрыв через 4 часа второй на шахте является событием, аналога которому мы не нашли, в истории угледобывающих отраслей мира. Пусть кто-нибудь поможет нам найти аналоги за 200 лет истории угледобычи. Если не больше, нету таких аналогов. Теоретически можно представить себе что угодно. Я прежде всего говорю, что их нет. Я разговаривал с академиками, я разговаривал с экспертами на местах, я разговаривал с людьми в Москве. Их нет. Когда руководитель горно-спасательной службы сказал впервые, что его горно-спасатели пошли, потому что они нарушали все инструкции, чтобы спасать людей, но он поправился потом. Не судите строго людей, находящихся под взглядом начальства. Иногда это очень смелые и честные люди, высокие профессионалы, как этот руководитель, но они теряются. Потом он поправился. Горно-спасатели идут в забой, когда у них есть показания на датчиках, что все в порядке. И когда они знают, что они могут идти, у них есть инструкция, они ее не нарушают. Как и любые другие спасатели, это профессионалы. Они постепенно, они всегда будут переживать человеческому горе, но они постепенно привыкают к нему определенным образом. Значит, они пошли, потому что знали, что взрыва быть не может. А он был. И он был страшный. Там технология такая, я не могу рассказывать, что он практически исключен. Метан сам по себе не взрывается. Нужен кислород. Кислород был перекрыт. Он выгорает довольно быстро. Первая серия повторных взрывов, может быть, через 10-20 минут. Потом они покрывают камеру. Это первое. Второе, говорю вам то, что тоже сообщают все средства массовой информации. 7 мая, последний день биржевых торгов, акции Распадской упали резко, резче, чем все остальные акции, так сказать, в этом регионе. При этом Распадская имела наилучшую рыночную конъюнктуру. Почему 7 мая, 8-го был перерыв в работе биржи? Почему 7 мая? Это спрашивают очень профессиональные люди, специалисты по биржевым курсам. Так аномально упали акции. При том, что основные пакеты этих акций были не тронуты. Значит, трогался только 20-процентный пакет так называемых быстро двигающихся акций. Ну, а дальше начинаются другие вопросы. Я не хочу говорить о том, что у меня есть по этому поводу какая-то доказательная точка зрения. Я просто говорю, что в событиях на Распадской мы должны рассматривать две точки зрения. Одну наиболее вероятную, что все-таки произошла какая-то естественная аномалия, а другую, что аномалия не была естественной. И мы не можем эту точку зрения совсем спрятать. Спасибо. Кстати, Памут Улеев говорил о том, что Распадская по оснащенности технической, в том числе и в области мер безопасности, была в регионе одной из лучших. Она на мировых стандартах находится. И это опять проверено. Но я опять прокладываю. Хотя бы одну вот тупую вещь хочу, чтобы поняли. Нельзя замазать жвачкой или закрыть полиэтиленом эти датчики. Это ложь. Это технический абсурд. Их невозможно так закрыть. Спасибо, Сергей Иванович. У нас много очень вопросов, поэтому чтобы... Прошу прощения, но там я был. И какие-то вещи я считаю своим долгом. Эксперта Донислава. Правильно, правильно. Тем более это беспокоится. У нас менее двух минут вопрос такой. Комсомольская правда. Опубликовала большую статью, не знаю, читали вы или нет, о финансовых стороне дела о том, что деньги уходились в офшор. Потом из этого же офшора делался займ в пользу, займ этой же шахте. В общем, какое-то очень сложное движение денег. Уголь покупался по очень низкой цене, через офшор продавался по высокой рыночной, мировой цене. Но для этого вы, я так понимаю, финансовой стороной дела не... Занимались, конечно. Это правда или тоже есть искажения? Ну, как вам сказать, это, так сказать, смесь некоторых искажений с описанием той канонической практики, которая свойственна современной России. У меня есть одно предложение. Или только распадской. Давайте менять эту практику целиком. Вот по отношению ко всему. К нефти, к другим энергоресурсам, к углю, который существует как нефть, ко всей остальной продукции. Давайте изменим эту практику целиком. Вот завтра возьмем, выпустим соответствующие законы, постановления и указы. И всех, кто экспортирует капитал за границу, одним разом чуть-чуть прижучим. Мы будем жить завтра в другой стране. Но когда мы хотим избирательно по каждому отдельному случаю менять общую практику существования в стране, мне это представляется странным. Это примерно то же самое, что найти нарушение пожарной безопасности. На любом объекте их найдут. Вот завтра их найдут, прости господи, у вас или где-нибудь еще. Не надо большую трагедию с очень непрозрачным подтекстом превращать в повод лицепляний по мелочам. Все правда, но все не главное. Мы продолжаем программу. Напоминаю, наш гость Сергей Ервандович Кургинян, известный в стране политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Пожалуйста, вопрос слушателя. Здравствуйте, Сергей Ервандович. Вас беспокоит студент Международного отделения факультета журналистики МГУ Александр Назаров. У меня два вопроса. Совсем недавно наш премьер Владимир Путин посетился официальным визитом в Францию. Хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы оцениваете этот визит и насколько важно для России развивать отношения с Евросоюзом? И мой второй вопрос. Каких результатов, на ваш взгляд, удалось достичь в результате саммита России и ЕС, который проходил в Ростове-на-Дону на самом высоком уровне? Меня, конечно же, интересует, когда будут отменены визы в Европу и почему этот вопрос так долго не может сдвинуться с мертвой точки. Заранее благодарю за ответ. Александр, благодарю вас за очень интересные вопросы. Начну с официального визита Владимира Владимировича Путина во Францию. Ну, как бы результаты этого визита на шкале между 10 и баллами и нулем надо оценивать, предположим, как 8,5 или 9. Не все, чего хотелось удалось добиться. Но, в частности, нет окончательного сдвига в вопросе о том, как именно военно-промышленная продукция, которую мы хотим закупать во Франции, будет производиться. Мы, естественно, хотим производить ее таким способом, чтобы получать лицензии и тем самым реализовывать общую стратегию модернизации. Французы пока что не соглашаются с нами во всем в этом вопросе, но это всегда во все, что связано с военно-промышленным сотрудничеством. Это такая вязкая сфера, в которой сходу телега не сдвигается с мертвой точки. Я считаю, что Путин прекрасно провел этот диалог и, так сказать, может быть, он и сдвинет эту телегу с мертвой точки. Но пока что ВОЗ находится там, где он находится. Это как бы первое. Второе, ну, как бы всегда работали французские правозащитники, которые негодовали по поводу того, как именно, так сказать, у нас просто стоит с правами человека. Ну, и как бы мне иногда кажется, что это обратная сторона все той же медали с военно-промышленным комплексом. То есть, как бы, нужно создать некое препятствие на пути нашего сближения со странами Старой Европы. Старой Европы, странами Старой Европы называем в основном Францию и Германию. Вся философия геополитики, которая применялась, так сказать, после распада Советского Союза, да и раньше него, честно говоря, с конца 70-х годов, с момента, когда мы начали строить газопроводы в Германию и так далее. Вся эта философия остроена на том, что мы сблизимся с Францией, Германией и другими странами, что возникнет некое единое пространство. Об этом мечтал еще Андропов, об этом были посвящены отдельные миссии. Читайте, например, интересные книги Геворкова о его миссиях и так далее. Все это была долговременная стратегия. В сущности, вся российская элита, причем та ее часть, которая настроена очень государственнически, как Путин и другие, она вся ориентирована на это сближение, сближение и сближение. Прошло 20 лет, окончательного сближения нет, и вот таким сближением являются следующие позиции. Первое. Наше вхождение в европейское пространство окончательно и полностью, мы становимся членами европейских всех институций. Второе. У нас будут общие войска, ну, так скажем, нам желательно, чтобы это происходило не путем вхождения в НАТО, а путем нашего вхождения в ЗЭС, в Западноевропейский Союз военный и так далее. Естественно, что после этого вхождения вопрос о пребывании в Европе американцев встает под большим вопросом, и возникает совершенно новая конфигурация. Да, Андропов мечтал о ней, да, они мечтали другие, да, как мне кажется, на алтаре этой мечты был принесен Советский Союз ради того, чтобы эта Европа возникла. Я много раз просил тех, кто это думает, читаться в фразу Шарля Деголя, который был совсем главным ненавистником России, как мы все знаем, и в то, что он сказал Европу от Атлантики до Урала. Мне кажется, что подобная мечта прекрасна, но не до конца осуществима, но на нее поставлены все ставки. Пока что в российской элите нет других ставок, все ставки сдвинуты туда. Есть ли по этому поводу продвижения? Да, какие-то продвижения есть. Скромные они, конечно. Вот эти визы. Нет никаких препятствий на пути того, чтобы визы были отменены. Мы знаем, что другими странами отменены. Все разговоры о том, что тогда через нас хранит поток мигрантов, так сказать, в Европу, там, из Средней Азии и так далее, мне кажется глубоко надуманным, и те, кто это говорят, тоже это надумают. Какие есть здесь препятствия? Первое препятствие – то, как происходит принятие решений в Европе. Там у нас есть, как мы знаем, не только друзья, они большей частью находятся в Западной Европе, среди так называемых стран Старой Европы, но и государства, которые отнюдь не в восторге от нашего сближения с Европой, которые, наоборот, рассматривают себя как буферную зону на пути нашего движения в эту самую Старую Европу. Эти друзья всегда будут блокировать наш опережающий отмен виз с нами, потому что они сначала хотят, чтобы отменились визы с ними, а потом, как говорил в некой русской поговорке, будет субскотом. То ли будет отменяться, то ли нет. Опережающий отмен виз в отношениях с нами не в интересах этих стран, часть из которых имеют голоса при принятии решений, объединенной Европой. Кроме того, есть экономические интересы. Мне удалось прочитать очень интересные статьи европейские, в которых говорится, ну да, конечно, сейчас русским, так как будет хорошо, отменятся визы, сразу собственность, недвижимость в России, в Москве особенностях, залетит под небеса. Ну пусть они что-нибудь нам за это заплатят, мы же хотим, чтобы это происходило на каких-нибудь, так сказать, основаниях. Пусть они нам что-нибудь подарят в обмен, если им будет так хорошо. Идет торговля. Итак, есть экономический торг, есть политический, даже не торг, а блок. Преодолеть совокупность этих обстоятельств будет трудно. Мне очень нравится, как спокойно действует российское руководство в этом направлении, так вежливо, не таргетизируя свои неудачи и так далее. Но мне кажется, что это продвижение медленное, а процессы в мире идут быстро. Если через 10 лет мы окажемся примерно в той же точке между растущим Китаем и, тем не менее, блоком НАТО, который, как мы знаем, хоть и снял какие-то свои угрозы по отношению к нам, но всегда является блоком, в который мы не входим. А раз мы не входим, он военный, он не может нами рассматриваться ни как опасность, то Россия окажется в наиболее нежиснеспособном положении за всю ее многовековую историю, и бы никогда опасность не была одновременно с Востока и Запада, никогда их не было таких двух, и фактически никогда Россия не была так мала, территориально и численно. Поэтому, мне кажется, что одно направление, основное, которым является вхождение Европы, должно дополняться другим, внимательным рассмотрением нашего прошлого, его прецедентов, а также опыта Европы, которая создавала объединенную Европу сама, почему мы не можем создать свое объединенное пространство столь же демократично, свободно и рыночно, как его создавала Европа. Спасибо. Давайте обратимся к вопросам, которые пришли к нам по сети интернет из Санкт-Петербурга. Олег спрашивает, Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Ирана. Россия, как и пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, высказалась зад. Тут же президент Ирана Махмуд Ахманинижан отказался ехать на саммит ШОЗ в Ташкенте. Как теперь, по-вашему, будут складываться отношения между Россией и Ираном? Мне кажется, что эти демонстрации мы преодолеем. Что Махмуд Ахманинижан, хотя и хочет казаться таким экзагутированным лидером, но это в основном игра, что на самом деле это очень холодный и рациональный лидер, который пристрастно понимает свои выгоды и свои возможности. Что касается того, что Россия так сделала, то в этом есть и результаты диалога Медведев-Обама, в том числе и диалога по противоракетной обороне, который, так сказать, кончился в нашу пользу. С одной стороны, и есть наше естественное беспокойство. Мы вовсе не хотим распространения ядерного оружия, и только сумасшедшим может его хотеть, по-моему. Ну, вы прекрасно понимаете, что если Иран будет вводить ядерным оружием, то через две недели, я это подчеркиваю, и со мной согласились такие компетентные и спокойные люди, как Андрея Фаначича Кокошина, которого я очень уважаю, что Саудовская Аравия получит ядерное оружие, я подчеркиваю снова перед слушателем, через две недели после того, как Иран официально объявит о том, что оно у него есть. Это следствие непрозрачных договоренностей между Саудовской Аравией и Пакистаном. Ну, может, и Израиль свои ядерные карты раскроет. Да, и Израиль раскроет свои карты до конца, их тут же начнет раскрывать Египет. Довольно скоро их начнут, как бы, обретать Япония, для которой есть все возможности Германии. Мы получим мир с расползанием ядерного оружия, которое окажется не только в руках у таких, в общем-то, высокоразвитых стран, как Япония и Германия, но и в руках у стран с совершенно другим менталитетом и другим уровнем развития. Рано или поздно мы получим локальные ядерные конфликты, которые перерастут дальше. Зачем нам эта головная боль, или, как люди говорят, адресуя к другим частям тела, нам это абсолютно не нужно. Это очень серьезная боль. Поэтому, естественно, мы, желая сохранять дружественные отношения с Ираном, оказывать ему помощь и, так сказать, блокировать акции крайнего неблагожелательства по отношению к Ирану, мы одновременно с этим ведем себя, как члены Совета Безопасности, как страны, располагающие этим ядерным потенциалом и четко понимающие, что их национальный интерес в том, чтобы круг тех, кто им располагает, не расширялся. Спасибо. Спасибо. Из Нижнего Новгорода. Совсем скоро Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом США. Что, по-вашему, следует ожидать от встречи двух президентов? Как можно охарактеризовать отношения наших двух стран на современном этапе? Не является ли размещение ракет «Патриот» в Польше тревожным сигналом для наших двухсторонних отношений? Я начну с размещения ракет «Патриот», чтобы было яснее, о чем идет речь. Это профессиональный вопрос. Вот когда-то я находился в числе тех немногих, кто очень резко выступал против размещения тех ракетных баз по глобальной противоракетной обороне, которые должны были быть размещены в Польше и Чехии. Я хочу объяснить, что это совершенно другие ракеты, с другой высотой полета, с другой скоростью и так далее. Это ракеты, которые, ну, хотя бы теоретически могли догонять наши ракеты на наших основных ядерных курсах, так сказать, траекториях, направленных в случае крупного глобального противостояния Соединенными Штатами. Это ракеты, которые могли быть снабжены ядерными боеголовками. Это ракеты, которые, будучи снабженными этими ракетами, могли превратиться в атакующие и достигнуть наших городов. Они при этом работали бы мгновенно из близкого расстояния. И, наконец, это часть глобальной ПРО, которая для нас является угрозой номер один, это надо рассказывать долго. Патриот — это ракета совершенно другого класса, и никакого прямого военно-технического беспокойства у нас их размещение в Польше не вызывает. Беспокойство политического характера. Мы не очень хорошо понимаем, что там происходит и зачем это все нужно. Зачем полякам нужен это, зачем, как говорится в вполне культурной русской поговорке, зачем козе этот баян нужен? Вот зачем этот баян в виде, так сказать, патриотов нужен Польше, почему они должны находиться около наших границ и так далее? Мы этого не понимаем с политической точки зрения. Но патриоты — это очень слабые ракеты. Как говорил герой Генри Песок — плохая замена в суд. Патриоты — это не глобальная ПРО. В этом смысле наше опасение политическое и некрупное. Теперь второе, что будет происходить с встречей Медведева в Соединенных Штатах с Обамой. Это, конечно, вопрос об СНВ. Твердят ли американцы это? И в какой степени американцы потребуют от нас окончательного отказа от совмещения договора СНВ с ПРО? Если это совмещение станет окончательным, то есть от нас потребует, я не знаю, пересмотреть вопрос о преамбуле или, так сказать, снять всякие оговорки о том, что мы каким-то образом ставим это во взаимосвязь, то это будет наш крупный дипломатический проигрыш. Но если мы настоим на своем, то неизвестно, как Обама будет проводить все это через, так сказать, органы представительной власти Соединенных Штатов. Кроме того, как мне кажется, все очень сильно центрировано на ноябре и на результатах промежуточных выборов в США в этом году. Мне кажется, что вся мировая политика насторожилась перед этой ноябрьской датой. И в этом смысле любая встреча до ноябрьской даты будет встреча осторожничающих людей. Мы будем осторожничать, потому что мы не понимаем результатов, но мы понимаем цену этих результатов. Они будут осторожничать, потому что они будут понимать, что это последние золотые денечки они догуливают в определенном составе. Успеют ли они принять это СНВ до этого? От этого будет очень сильно зависеть встреча. В какой степени будут настаивать на том, что мы должны полностью развязать две темы – противоракетная оборона и СНВ? Спасибо. Олеся Меньшикова из Твери. Добрый день. Мои родственники проживают на Украине. И очень рада, что сейчас ситуация между нашими странами стала нормализовываться. Ведь исторически так сложилось, что Россия и Украина являются братскими народами. Конечно, Виктору Януковичу досталось непростое наследство. Но как Вы считаете, какие главные достижения его правления? Насколько он в состоянии, как глава государства, справиться с этим наследием? Я знаю, что в самой Украине отношение к нему не совсем однозначно. Мне кажется, что результаты деятельности Януковича на удивление крупные. Я лично не ждал, что его победа принесет такие результаты. Для нас стратегически крупнейшим результатом, кто бы что ни говорил, является соглашение по Крыму. Мы понимаем, что это соглашение будет действовать ровно столько, сколько будет держать ситуацию на Украине под контролем Янукович. Но мы поэтому не заинтересованы, чтобы оно действовало бы подольше со всеми вытекающими отсюда последствиями. И поэтому пошли на беспрецедентно высокую цену уплаты за базу и за все остальное. Для нас это вопрос о том, существуем ли мы на Черном море. Мы существуем как черноморская держава или нет? Для нас это очень крупный вопрос. Это раз. Для нас безумно крупный вопрос это газовые сети на Украине. И поэтому вопросов будут идти в соответствующей дискуссии. Мы начали экономическую поддержку Украины даже через газовые соглашения. Янукович преуспел в этом. И понятно, почему преуспел. Потому что он отказался быть выпиюще антирусским, ценностно антирусским политиком. Он стал политиком прагматическим. Неправильно говорить, что он стал политиком прорусским. Он стал политиком проукраинским. Но он стал прагматическим политиком, причем в условиях, когда Украина оказалась в таком экономическом кризисе, который даже трудно себе описать в результате всего, что было перед этим. Его телодвижения, политические телодвижения, в части изменения ситуации с русским языком, вызывают то же самое серьезное уважение. Его, меня лично, наибольшее уважение вызывают знаковые, хотя и, казалось бы, мелкие его действия, связанные с личностями Бандеры и Шухевича. Потому что, мне кажется, что присвоение высоких украинских орденов нацистам, вещи надо называть своими именами, пособникам нацистов, являются не лучшим жестом для Украины в любом случае, каким бы курсом она не хотела идти. Все это очень серьезно. Удастся ли Януковичу продвинуться так далеко, как нам бы хотелось, ибо мы действительно братские народы. Я думаю, что на этом пути будут очень серьезные препятствия, которые связаны как с ограниченным политическим опытом Януковича, ну и как бы специфическими чертами такого его прагматическо-хозяйственного характера, так и с раскладом сил на Украине. Мне кажется, что это будет маятник, который будет колебаться в разные стороны. Но наша задача в том, чтобы эти колебания хотя бы снизились по амплитуде. Потому что для нас Украина это стратегический партнер номер один, это зона нашего максимального геополитического и историосовского интереса. Это то, без чего мы не существуем, в смысле взаимного братства, дружбы и сотрудничества. И, конечно, Янукович много сделал в этом направлении, и все его действия мы измеряем этим. Украинский же народ измеряет тем, насколько он повысил зарплату, как ему удалось, то есть, насколько он усмирил экономический кризис, и насколько он создал мир между различными группами внутри украинской нации, а не привел эти группы в состояние холодной, а потом и горячей гражданской войны, что вполне мог сделать Ющенко. А насколько их беспокоит то, насколько Янукович сблизит Россию к Украине? Да, я отвечу. На Украине, или в Украине, как они говорят, есть большинство населения, которое, ну, просто всячески рвется к этой дружбе. Но есть радикальная, очень консолидированная и, ну, я бы сказал, даже жестокая, но в любом случае крайне решительная политически, и очень представительная в элите группа так называемых западенцев, да, которые держатся вокруг греко-католиков, вокруг так называемых бандеры, наследников бандеры и всех прочих, которые никогда не доступят окончательного сближения, рассматривают сближение как историческую катастрофу Украины, которая платила очень большую цену за то, чтобы этого не было, и которая обязательно еще скажет свой голос, скажет свое слово в этом во всем вопросе, к чему Януковичу, мне кажется, надо быть готовым. Эта группа, в связи с ее малой численности, велика, речь идет все-таки о совокупности втянутых в несколько ее, ну, как, знаете, кочерыжка в капусте и листья бывают, вот, кочерыжка вместе с листьями, то есть сама группа с ее сторонниками, 9 миллионов людей, если не больше. Вот, эта группа велика, а ее влияние непропорционально ее величине в украинской политике. Поэтому, с точки зрения большинства украинского населения, любое сближение Украины с Россией, желательно, если движение мирное, не посягающее на суверенитет Украины, которым украинцы очень гордятся, и так далее. И учитывающие ее прагматические интересы, и не препятствующие ее движению в Европу. Почему это должно препятствовать, если Россия сама движется в Европу, непонятно. Значит, но вот есть другая группа, которая рассматривает процесс совершенно иначе, да, для которой Москаль это, ну, сказал, метафизический, онтологический, аксиологический враг, не только политический, да, и которая свое последнее слово еще не сказала. В ее арсенале очень много способов действовать. Надо быть к этому готовым. Спасибо. Спасибо. Вопрос из Германии. На прошедшей в Москве международной конференции по борьбе с наркотрафиком из Афганистана был высказан такой тезис, что угроза наркомании сейчас по своей значимости превышает угрозу терроризма. Насколько вы разделяете эту точку зрения, насколько можно судить по публикации в СМИ, Россия одной из первых начала бить в набат, привлекая внимание мировой общественности к этой проблеме? Да, мы под ними из первых начали бить в набат, потому что, ну, это касается, то, что касается части наших регионов, вызывает в нас не просто тревогу, а крайнюю тревогу, а можно сказать, даже предельную тревогу. Ситуация кое-где приближается к черте необратимости, и мы это знаем. Это первое. Второе. Вы говорите, что угроза наркомании и угроза терроризма. Извините, с моей точки зрения, угроза терроризма и угроза наркомании – это то, что любители проферанса говорят, мизера парами ходят. Это вещи взаимно связанные, безумно. Нет терроризма без наркомафии, и нет наркомафии без терроризма. Ну, прежде всего, нет марканафии без торговли оружием. Вы должны это понимать, это четко. Значит, как бы, есть бартер наркотики оружия. Он строится так. В регионе создается ситуация повышенного спроса на оружие, и хозяева этого оружия доставляют его, как бы, в условиях, когда хозяева героина соглашаются понизить цену на героин. Это постоянная торговля. А что значит повышенный спрос на оружие? Это конфликт. А кто организует конфликт? Люди, которые умеют их организовать, то есть террористы. И так трое. Террористы, оружейная мафия и наркомафия существуют вместе. Совместные обороты этих структур составляют триллионы долларов в год. Эта структура гораздо более консолидированная, чем нефтяное или энергетическое лобби мировое в целом. Обладающая совсем другим арсеналом средств, а по своим оборотам сравнимая с энергетическим, то есть самым мощным в мире лобби. У нее есть свои интересы. Это не васьки кривые и не какие-нибудь там странные люди с искривленными лицами из Колумбии или Афганистана. Это могущественнейшие силы мира, которые включены в эту игру. Дальше смотрите, что происходит в Афганистане. С 2001 года во сколько раз увеличилось производство героина в Афганистане? Я вам сообщаю точную цифру, которая прозвучала как раз на последней международной конференции, которая подтверждена всем источникам. В 44 раза. Не на 44%, а в 44 раза. Количество аккумулированного героина, несмотря на то, что сейчас там какие-то странные болезни поразили часть его, я так сказать, соответственно, он слегка уменьшился. Это триллионы долларов. Это гигантская бомба наркотическая, которая направлена в сторону всех. Это радиационное оружие, которое несравнимо ни с Хиросимой, ни с чем еще. Сотни тысяч людей погибают прямо или косвенно от этого в год. В год. Это чума, которая выкашивает мир. Я о больных при этом не говорю, о людях, выведенных из нормальной жизни. Я говорю о гибели. Значит, естественно, это чудовищная угроза. Но цифра 44 раза не может не вызывать вопросов. С большим уважением отношусь к попыткам сдержать талибов и все остальное. Но не является ли попыткой сдержать их этим 44-разовым увеличением героина? В любом случае, я хочу напомнить, что на территории Афганистана сейчас находятся не войска ужасного советского империализма, коммунистов и всех прочих. Там находятся совсем другие войска. Территория находится под чужим, другим контролем. Under the control, как говорится, наши друзья англичане. Так если территория находится под таким контролем, а производство вырастает в 44 раза, то возникают законные вопросы. Что же это за контроль? Это контроль в сторону увеличения производства? И я снова говорю, что афганское героиновое производство – это не мелкие негодяи, которые, так сказать, занимаются подвыми делами. Это одна из крупнейших игровых сил мира. Вот все, что, мне кажется, политкорректно сказать в связи с этим. А скажите, как вот политкорректно можно прокомментировать заявление некоторых военных, которые осуществляют командование этого контингента рубежного в Афганистане, когда говорят в следующие слова. Не можем мы бороться с производством наркотиков на территории Афганистана и с наркотрафиком, потому что тогда многие-многие афганцы вообще лишатся всяких способов существования, лишатся работы. И вот под этим предлогом их вроде не трогают, они заняты, они работают, получают деньги. Ну, знаете, да, все хорошо. Какой контраргумент? Все хорошо. Контраргумент простой. Как бы другие, командующие другими войсками, я знаю других командующих другими войсками той же страны, для которых таких аргументов не было. Это генерал МакАртур в Японии и там, предположим, соответствующий план маршала в Европе. Если вы вошли на территорию, то либо вы на этой территории осуществляете модернизацию, то есть приводите жизнь в современное состояние, то есть вы даете жителям этой территории другие альтернативные источники, если они процветания, то выживания, да? Либо зачем вы туда пришли? Вы пришли туда для того, чтобы сидеть на этих базах и что? И что делать? При этом вы как бы создаете там марионечные правительства, правительства эти абсолютно никаким влиянием не пользуются местным. Через какое-то время вы уйдете и как бы Талибское море превратится в Талибский океан, который вздохлеснет всю территорию. Сергей Иванович, достаточно емко, у нас последний вопрос, и всего две минуты на него. Почему на Северном Кафаказе сложилась такая непростая ситуация, задает вопрос слушатель из Мурманска. Почти каждый день там гибнут люди. Получается, что у местных органов власти нет возможности контролировать регион. Что нужно сделать, чтобы обстановка там... Я хочу сказать, что местная область власти и федеральный центр контролируют Северный Кавказ лучше, чем другие более могущественные супердержавы Афганистан. Я понимаю, что это сравнение может показаться не очень корректным, но второе, что я хоть должен обратить внимание радиослушателей, что обычные разговоры о том, что все дело в безработице, да? И в том, что есть горы, не выдерживают критики. Как говорили многие известные люди Северного Кавказа, на Алтае тоже есть горы и тоже есть безработица, но там нет террористов, да? Мы имеем дело с очень специфическим регионом, и никто нам не сказал, что мы этот регион контролируем плохо. Да, мы используем для этого, с моей точки зрения, достаточно примитивные методы, но мы их используем достаточно эффективно. И дай бог многим другим использовать их также. Да, мы должны их использовать еще более эффективно, и эти методы должны быть более глубокими. Нельзя использовать просто, ну, какой-то вариант Мубарака, да? Подавление радикального исламизма помощью таких специфических режимов, да? Мубарака или Каримова. Эти методы имеют ограниченное использование. Но пока что никто не нашел лучших методов. А когда предлагается видеть другого метода демократизации и все прочее, то мы знаем, что такое демократизация в Египте. Это братья-мусульмане, которые приходят к власти немедленно. Или Хузбут-Тахрир на Узбекистане. Мы делаем все возможное. Давайте делать лучше. Скажите, вот комментаторы в последнее время отмечают, что происходит радикализация некоторых групп на Северном Кавказе на базе ислама. Уже не на базе сепаратизма. А вот идет такая ползучая исламизация, я имею в виду исламизация в радикальном его кончиках. Общий мировой процесс. Как только возникают... Я использую некие метафоры. Как только возникают режимы типа Мубарака или Каримова, которые давят исламизм, возникает радикальный исламизм в качестве ответа. Действие рождает противодействие. Все делится на такие египетские или узбекские довольно жесткие правительства, которые стабилизируют ситуацию. И радикальный ислам, который становится единственной альтернативой им. Да, наверное, в историческом смысле это ужасно. Да, наверное, постепенно эти правительства коррумпируются. Да, наверное, радикальная исламизация растет. Но в среднесрочной перспективе удается купировать эту опасность. Альтернатива у всех перед глазами. Киргизия. Вот там, где эти правительства становятся не правительствами Каримова или Мубарака, а становятся правительствами, так сказать, гуманистично настроенных, благородных овец. Говорю в лучшем смысле слова. Там гибнут тысячи людей. И там разжигается исламистский бандитский пожар. Спасибо. Сергей Ирванович Кургинян. Известный российский политолог, президент Международного общественного фонда, экспериментальный творческий центр, отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго в вашей передаче. Спасибо. Спасибо.